К нам в гости пришла Надежда Львова, повар. Доброе утро. Доброе утро. С угощением мы видим. Да, с угощением. Мы сегодня говорим о консервах. И это у нас консервированное мясо, я правильно вижу? Правильно. Ну, огурцами консервированным никого не удивишь, но вот насколько тяжело вот самому дома закатать вот такие вот вещи. Может быть, проще в магазине купить. Но даже продукт, не отличающийся особой сложностью, все равно на самом деле требует времени и большого желания. В общем-то, можно купить в магазине любой продукт и не заморачиваться, и не готовить ему самому. Но если вы хотите получить вкусный, качественный, полезный продукт, ну, то придется готовить. Именно поэтому в свое время я и решила приготовить тушенок. Процесс приготовления, да, действительно трудоемкий. То есть самое главное – это взять хорошее, качественное фермерское мясо, чтобы оно было свежее. Вот. В дальнейшем мы нарезаем мясо, укладываем все это в баночки, закладываем лавровый листик, перчик, соль. И больше ничего лишнего в идеальной тушенке быть не должно. И тушим ее на медленном огне 5 часов. Ничего себе. И вуаля, тушеночка готова. От нее что-то остается после 5 часов тушения? Да. Вот с полкилограмма мяса у нас в среднем выход получается где-то 490 грамм чистого мяса тушенки. Серьезно? Да. Так много? То есть потери почти никакой нет? Да. Практически нет. Вот вы сказали, что в какой-то момент определенный решились на то, что будете делать это сами, а не покупать в магазине. Вот расскажите про это. Когда и что послужило причиной того, что вы начали консервировать сами? Ну, очень часто бывает так, что тебе захотелось съесть что-то определенное. И мы с супругом захотели макароны с тушенкой. Ну, поехали в супермаркет, приобрели тушенку, причем, ну, из выбора, в принципе, самую дорогую. Вот. Приехали домой, отварили макароны, открываем тушенку, а там, ну, просто желе и жир. И консистенция того, что можно назвать мясом, ну, просто не похожа на мясо. И мы тогда задумались, сгорелись этой идеей, что в этом сложного, что нужно преодолеть, приобрести, чтобы попробовать сделать самим. И попробовали. С первого раза получилось? Ну, с первого раза получилась тушенка, да, но вот уже идеальный вкус он приобрелся со временем. Где ее хранить правильно? В холодильнике, либо в комнате? Расскажите о продукте. Или, может быть, в темном месте, в светлом? Кстати, сказать, очень интересный и важный вопрос. Ведь каждый законсервированный продукт имеет свой срок годности. Вот. И правильней хранить продукт, например, относительно, если мы говорим про тушенку, это в прохладном, темном месте. Домашняя тушенка при этом может храниться до 5 лет. Ого. А у меня вопрос такой, связанный как раз с технологией производства. Вы сказали, что нужно тушить ее на 5 часов. А тушить в чем? То есть в каком-то казане, в алюминиевом, там, еще в каком-то... То есть важно ли это? Конечно. Естественно, ее нужно тушить в определенных условиях. Ну, так как мы делаем домашнюю тушенку, у нас есть дома вот такая большая, огромная кастрюля. В нее укладываются банки с тушенкой. Кстати, очень важно еще, чтобы банки были простерилизованы вместе с крышками. Они были новые, и идеальное прилегание крышки к банке тоже было. То есть это в дальнейшем потом при хранении важно. Тушенка опускается в воду. Сверху укладывается такой специальный груз. Ну, кастрюля накрывается крышкой. И все это тушится в течение 5 часов на очень медленном огне. То есть тушится уже в банках? Тушится в банках в собственном соку.